Приветище! Это Субнатика и мы продолжаем нашу увлекательную экспедицию. Сегодня мы будем собирать оставшиеся части циклопа. Нам осталось всего ничего, сейчас тебе покажу чего. Собрать два чертежа корпуса циклопа. Их можно найти в грибном лесу, как ты мне написал в комментариях. Вот сегодня-то мы это и проверим и отправимся туда. Как ты знаешь из прошлой серии, крапа у нас остался глубоко-глубоко под водой на инопланетной базе. Остался у меня только мотылек. Крабы делать я сейчас не хочу, поэтому мы экипируем мотылек с защитной функцией. Вот такая вот система периметральной защиты. Благо я наконец-то достал полинилин. И со спокойной душой мы можем отправляться, ну например, к женицу, чтобы раздать ему пару разрядов электричества. Все, система периметральной защиты установлена. Погружаемся. Итак, давай же опробуем эту систему. Что она делает? Есть не камни, будет подплывать жнец. Я нажимаю на эту систему и мотылек начинает копить энергию. Когда энергия накоплена, происходит выброс электричества. Вау, роскошно. Теперь мне вообще ничего не страшно. Ну вот мы и приплыли. Это грибной лес или грибнобиом, кому как угодно. Сейчас мы здесь будем искать останки нашего циклопа. Я уже что-то вижу. Ага, фрагмент стыковочной шахты. Но это нам неинтересно. Так, 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 смотри, что это? Что это? Неужели это корпус циклопа? Ну-ка, пойдем проверим. Фрагмент корпуса циклопа, точно! Ништяк! Остался еще один фрагмент найти. Воу-воу-воу, что это такое? Смотри, какое яйцо. Давай-ка его подберем и попробуем затолкать его в наш аквариум. Надеюсь, что-нибудь вырастет. Еще одно яичко. Какое-то интересное, любопытное. Хотя, блин, у меня же аквариум маленький. Не для таких яиц. Ну ладно. Оставлено потом. Так, это что у нас? Это что это такое? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Фрагмент модификационной станции. Не, у меня она уже собрана. Неинтересно. Нашел еще инопланетную вентиляционную шахту. Я так понял, они по всей планете тут разбросаны. Значит, вероятнее всего, где-то рядышком есть еще одна база. Нифига себе, ты че? Сейчас я тебя шугану своей электроимпульсом. Вот так вот. Получил? Ха-ха. Будешь знать, как ко мне подплывать. О, что это там валяется? Ну-ка, 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 ну-ка. Но это явно не фрагмент циклопа. Это что другое? Фрагмент мостика циклопа. Ну, я его уже собрал. О, фрагмент корпуса циклопа. Нифига себе, какая здоровенная махина. Че, неужели я все собрал? Аллилуйя, наконец-то. Спасибо вам, грибочки. Все, циклоп собран. Теперь осталось его только смастерить. В общем, недалеко от грибного леса я увидел женица. Мне так хочется его шандарахнуть током. Пойдем проверим, протестим, как говорится, нашу защиту. Я сейчас ее подзаряжу. А нет, рано, 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 рано. Ой-ой-ой, рано. Кажется, он нас запалил. Он нас запалил. Он плывет к нам. Плывет, нет? Эй, пупсик. Пупсик, хочешь закусить электрическим мотыльком? Я заряжаю пушку. Заряжай. Он нас хватает. Получай разряд! Хо-хо-хо-хо! Выкусил, да? Больновато, больновато. Орет, как девочка маленькая. Вот это я понимаю, отомстил ему за всех мотыльков разом. Кстати, а куда это я плыву? Смотри-ка, я вижу там еще одну фильтровую станцию инопланетян. Вот она. Походу, где-то рядышком здесь есть база, по-любому. Ух ты, нифига, все пескуны как красиво плавают. Обалденно красиво. Давай-ка проверим, что у нас там поглубже находится. Я вижу там у нас телепортер. А, ниже уже не могу, ниже не могу. Ладно, хорошо. Надо, надо, надо выключить свет. Надеюсь, женец не прилетит сюда и не схавает мой мотылек. Я хочу отлучиться, так сказать. Выходим из мотылька и поплыли на руках. Я вижу там какие-то обломки есть. Я здесь еще не плавал ни разу. Мне чертовски любопытно, что здесь? О-о-о-о, так здесь нифига себе сколько останков Авроры. Жесть! Какой-то модуль лежит. Что у нас тут? Большой аквариум нашелся. Все-таки не зря я яйца собирал. Круто, значит, яйца мы сегодня запустим с тобой в этот аквариум. Что у нас тут есть еще? Еще один ящик. Водичка. Пригодится. Ох ты ж, ядрен-мадрен. Это же ядерный реактор. У меня его, по-моему, еще не было, да? Я не все части собрал. Прикинь, ядерный реактор сейчас соберу. Кошерно. Ядерный реактор теперь есть. Как я удачно сплавал-то в грибной биом? Причем, ты посмотри, сколько здесь ядерных реакторов валяется. Очень много фрагментов. Это капец какой-то. И здесь тоже. Опа, женец плавает. Надо бы, надо бы спрятаться, мне кажется, да? Например, вот в эту дверку. Ага, дверка закрыта. Черт. Так, главное, чтобы он моего мотылька не сховал. Все остальное ерунда. Я-то спрячусь. Ага, вижу возможность пройти. Доставим резак наш лазерный. Так. Опа, опа. Тихо, тихо. Это кто меня шандрахнул? Неужели от двери отскочил осколочек? Так, что у нас тут внутри? У меня чертовски мало кислорода. Ладно, откроем ящички и поплывем обратно. О, батончик? Я как раз хавать хотел. Сейчас мы быстренько тут все проверим и поплывем обратно к мотыльку. В этой комнате вроде бы кроме ящика ничего не было интересного. Плывем сюда. О, подожди, это что за фигня? Фрагмент пропульсионной пушки краба. Крутяк, у меня еще такой не было. Надо еще второй фрагмент найти и будет у меня краб с пропульсионной пушкой гонять. Ящик с данными. Модуль теплового реактора циклопа. Шикарно, у меня теперь циклоп будет с ядерным реактором. На стенные полки от скани может пригодиться. Так, ну тут все. В ту дверь не пройти. Надо искать обходные пути. А здесь вот я вижу обходной путь. Шикарно. Поплыли, значит. Правда, кислорода маловато. Но думаю, я успею. Нет. Придется вернуться. Значит, мы вернулись в этот туннель. Очень любопытно, куда он нас приведет. Привел он нас. Вижу руку краба. Наконец-то. Теперь у краба есть пропульсионная пушка. Оуе. О да, о да, о да. А вот и сам краб, смотри-ка. Валяется тут. Давай отсканим на всякий пожарный. Еще одна рука. Такая у нас есть. Слушай, в этом отсеке реально можно было бы собрать полностью краба, не заплывая в Аврору. Что в ящиках у нас? Батончик покаваем. Еще один батончик. Все, в этой комнате все. И кажется, здесь больше нет прохода. Это очень плохо. Потому что здесь двери тоже закрыты. Нужен обходной путь. Ну все, всю ночь я тут облазил. Все обыскал. Вроде больше ничего нет. Никаких лазеек больше нет. Можно отсюда сматываться. Короче, смотри, вон там часть Авроры валяется. А здесь есть какой-то любопытный проходик. Интересная пещерочка. Прям... Ого, сколько здесь ресурсиков валяется. Интересно, здесь ни на кого не наткнусь опасного. Что это за пещера такая? Блин, походу сюда придется вернуться. Потому что мне кажется... Ага, гейзеры есть. Потому что мне кажется, что здесь где-то по-любому есть инопланетная база. Ведь наверху были фильтры инопланетные. Они явно сюда закачивают воздух. Ну вот мы и дома. Сейчас быстренько пристыкуемся. Сделаем ядерный реактор, потом циклопа. И продолжим наше исследование, чтобы найти голубую скрижаль. Ведь без нее мы не сможем попасть к императрице. Давай посмотрим, что нужно для пропульсионной пушки крабу. Ага. Нужна микросхема титан, магнетит, литий. Ну это все в принципе у меня есть. Осталось только бур для краба где-нибудь раздобыть. Биореактор, я давно хотел с тобой распрощаться. Ты меня чертовски бесишь. Постоянно тебя нужно было кормить. А заменю я тебя ядерным реактором. Нужен свинец и пласталевый слиток. Биореактор, прощай. И делаем ядерный реактор. Оу-е! Проявляйте осторожность при работе с радиоактивными материалами. Облучение может уничтожить данные на вашем КПК, содержащие обстоятельства вашей смерти. Давай шпи в топку. У меня теперь есть био. А почему он не активен? Эй, реактор, ты чё? Ааа, ему стержни нужно сделать. Я-то думал, я его сейчас построю и всё. А нифига. Пойдём-ка посмотрим, может мы эти стержни научились делать теперь? Чёрт, электричества нет! Ааа, капец. Всё, наступил день. Солнечные батареи сейчас зарядят нашу базу. Так, я вижу новые ресурсы. Что за ресурсы? Микросхема. Топливный стержень реактора. Вот он, вот эти штук мне нужны. И желательно 4 штуки. Кристалл у нас торта, но у меня есть. Свинец и стекло вообще ерунда. Тоже есть. Вот он кристальчик, забираем. Стекло. Где свинец-то у меня? Куда я его спрятал? А, во, вот он свинец. Здесь у меня тоже ещё есть кристаллики. Заберём. Изготавливаем. Один стержень есть. Ух, какой он радиоактивный. Блин, мне нужны ещё эти кристаллы. Всего на один стержень хватило ресурсов, ну ладно. Давай попробуем его сюда затолкать, посмотрим, насколько его хватит. Вот так вот. Всё. Ядерный реактор у нас запущен. Хо-хо-хо. Смотри, как энергия быстро набирается. Круто. Интересно, насколько хватит этой ядерной батареи. Так, кстати, я ещё хотел посмотреть, что нужно для аквариума. Стекло и титан. Фу, так это мы и сейчас быстренько найдём. Поднимаемся на мой второй этаж. Вот так. И делаем здесь ультра-огроменный аквариум. 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 Прямо по центру его размещаем. О-о-о-о, да. Какой он здоровенный. Ты только глянь. На всю комнату. Аквариумы дают идеальную возможность изучать инопланетную фауну вблизи. Но тщательно выбирайте, какие формы жизни приносить на борт. Или они начнут изучать вас. О-о-о, опасненько. Значит так, у меня там есть какие-то яички. Подожди, а... Подожди. Это... Это как? Ну-ка. Ядрён колотить-молотить. У меня теперь ещё и дно с аквариумом на третьем этаже. Вот это роскошный люксовый номер у меня теперь тут. Ахо! Я даже не подозревал об этом. А как мне туда яйца закинуть? Наверное, надо убрать строитель. Строитель убрал. Пойдём спустимся. Аквариум, как в тебя затолкать-то чё-нибудь? Может быть снизу как-то? Я не знаю. Не, снизу тоже никак. А, мне кто-то говорил, что нужно люк сделать для него. Вроде бы как. Давай попробуем. Блин, кварца нет. Ну ладно. Ну да, смотри-ка. Туда люк надо пришпанурить. А если я сверху его сделаю, например? Не, сверху никак. Так, я сейчас быстренько за кварцем. Лючок мы, наверное, сделаем вот с этой стороны. Вот так вот. Заходим. Ты прикинь, я в собственном аквариуме плаваю. Офигеть. Использовать ёмкость для посадки. Ааа, да ладно. Здесь водоросли и всякую растительность можно ещё растить. Круто. Так, а как мне яйца выгрузить? Мне их просто здесь выкинуть, что ли, или что ли? Как? Выгружаем яйца, просто их выкидываем. Вот так вот. Тусите здесь, а я потом за вами понаблюдаю. Давай, может быть, водоросли сюда притащим. А то питаться-то нечем будет будущему поколению. Выбрались нашего аквариума. Бежим за водорослями. Притащил водоросли. Сейчас мы их быстренько посадим. Надеюсь, я их могу посадить. Да, могу. Отлично. Ну, прям всё и засадим вот так водорослями. А где они? Что-то не вижу. Видимо, ещё не проросли. Ну, ладно. Всё, выходим и идём делать циклопа. Итак, что же нам понадобится для циклопа? Раскрой секрет, циклопик. Что нужно для тебя? Для циклопа нам нужен пласталевый слиток. О, как это муторно сделать его. Капец. Эмалевое стекло есть. Смазка есть. Расширенный комплект есть. Свинец. Не проблема вообще. Ладно, займёмся, значит, выплавкой плавсталевых слитков. Всё, все ресурсы готовы. Сейчас мы с тобой построим циклопа. Наконец-то, наконец-то. Я так долго этого ждал. Просто капец. Транспорт. Циклоп. Невозможно построить здесь. Необходимо строить на глубоководе. Ааа, блин. А у меня место-то там есть. Аа, вроде есть. Ладно, сворачиваем нашу строительную площадку. В глубоководе. Вон туда плывём, значит. Тут вроде бы глубоко. Ну, вроде бы да. Достаточно глубоко. Выпускаем. Ну что? А здесь получится у нас построить циклопа? Давай пробнём. Оу, е! Нифига себе, она здоровенная. Ты посмотри только на неё. Да это ж почти Аврора, только подводная. Помните, циклоп спроектирован под управлением экипажем из трёх человек. Только опытные рулевые должны управлять этим транспортом в одиночку. Э, циклоп, ты куда под воду ушёл? Подожди меня! Красотка какая здоровенная. Офигеть можно. Ты глянь только. Даа, когда говорили, что в ней жить можно, я не подразумевал, что она будет настолько огроменная. Мне теперь база нафиг вообще не сдалась. Так, 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 а где здесь вход? Вход, вход походу снизу, вот тут вот где написано. Поднимитесь на циклоп. Воу, какие здесь двери крутые. Заходим. Добро пожаловать на борт, капитан. Все системы активны. Хух, чума. Задраем шлюз. Чтоб водичка не проникала, если чё. Капец, он здоровенный. Сколько здесь хранилищ! Очешуять можно. У меня столько даже на базе нету. Так, кто-то в меня там врезался. Пусковой отсек. Что у нас в пусковом отсеке? Ну, здесь, по идее, должны быть торпеды, которых нет. Блин, этот циклоп очень жестко похож на Аврору. Капец как. Можем подняться на мостик, видимо. Да, это мостик. Это у нас двигатель. Огроменный двигатель, который питается от энергоячеек. Здесь, видимо, модуль модификации есть. Изготовитель улучшений циклоп. Ну, в принципе, одна и та же фигня. Сколько здесь барахла всякого. Ты посмотри. Система пожаротушения. Улучшение камеры приманок. Здесь еще и камеры приманки есть. Капец. Ремонт модуля для стыковочного отсека циклопа. Гидролокатор. Очень полезная штука. Короче, все это дело нужно обязательно сделать. Потому что теперь это мой дом. Нафиг мне не сдалась теперь база. Не, ну, конечно, я буду на нее заплатить. О, пусковик приманок. Открыть загрузочную камеру приманок. Понятно. Сюда, значит, приманки можно запустить. Здесь у нас огнетушитель есть. Значит, все-таки есть вероятность того, что циклоп загорится. Доступ к улучшениям. Шесть улучшений всего может быть у нас. Энергия на циклопе 1200. Это очень много. А броня 1500. Ну, в принципе, жнецу будет сложно прокусить эту бандурину. Мне кажется, жнец по сравнению с циклопом вообще мазипуська. Это отсек у нас. Непонятно, куда он ведет. Давай спустимся. Посмотрим, что там у нас. Транспорт не пристыкован. А, ну сюда мы можем пристыковать любой транспорт. Я понял. Здесь у нас модуль управления транспортом. Сейчас транспорта нет. Мы не можем ничем управлять. И, наконец-то, мы пришли в рубку. Если это можно назвать рубкой. Короче, это отсек управления. Самим циклопом. Ты посмотри, сколько здесь всего-всего-всего прикольного. Вау. Значит, давай закроем. Чтоб нам никто не мешал. Чтоб в капитанскую рубку никто не забегал. Это состояние нашего циклопа. Также есть огнетушитель. А это что у нас? Внутреннее освещение. Включить и выключить. Я выключил внутреннее освещение. Офигеть! Круто! Как управлять всем этим можно? Да, все-таки не зря написано было, что здесь три человека должно управлять этим мощным агрегатом. А я всего один. Внешнее освещение выключить. Кстати, я не видел, как внешнее освещение включают. А, ну вон, видно, работает, да. А это что такое? А это так, для карста этим я управлять не могу. Для этого нужен очень умный человек. А я всего лишь могу управлять светом. Хе! Это мы можем перекрасить нашу подлодочку. Название подлодки. Как назовем? Давай-ка это будет у нас свой император. Ну он реально же здоровый. Император Морей. Вот это я понимаю. Вот это название. Все. Наш император Морей. Мы здесь все изучили, все просмотрели. Давай попробуем теперь поуправлять нашей подлодкой. Ух ты ж, нифига себе. Двигатель выключен. Нужно его включить. Здесь у нас хпшечка. Вот эта штука, я не понимаю, что это такое. 100% заряда. Глубина. Мы на ней всего на 500 метров можем опуститься? У краба без модификации глубина погружения была 900. А тут все 500. Капец. Это что у нас такое? Тихий ход. А-а-а. Вот эта штука обозначает, насколько мы громко плывем. Все, я понял. А это камеры, да, у нас? Камера номер один. Эта камера находится под циклопом. Мы можем осматривать перед. Можем также посмотреть назад. Отсоединиться мы не можем. Можем только переключиться. Переключаемся на камеру сверху. Смотри, сколько там всего крутится, вертится. Так, ну и все. И это камера заднего вида, да, получается? Да, это хвостовая камера. Всего три камеры. Тихий ход активирован. Круто. Ну что ж, давай запустим двигатель. Двигатель запущен. Ни черта себе, как громко-то. Вот эта махина завелась. О, да здесь еще и управление скорости есть. Так, что ж. Давай попробуем поплыть. Капец. Как такой махиной можно управлять? Она такая тяжелая. Ты реально плывешь, и тебе тяжело. О, она очень тяжко передвигается. А если мы скорость на максимум включим? Самый полный ход. Ну слушай, довольно быстро плывем. Кстати, я нифига не вижу. А где свет-то включить? Как свет включить? Включите, пожалуйста, свет. Я нифига не вижу. Куда я плыву? Так, слушай, это получается мы сейчас используем тихий ход. А если я отключу тихий ход? А-а-а. Смотри как. Короче, когда тихий ход отключаешь, у тебя сразу включаются все фонари, и уровень шума на максимуме. Я понял. Так, тихо, 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 тихо. Над назад. Предупреждение выскочило о том, что мы можем напороться сейчас на риф. Офигенно. Слушай, это круче, чем какая-либо машина. Знаешь, такое ощущение, что я купил себе какого-то Ягуара, или BMW, или Bentley, и там все напичкано электроникой. Вот это штука, вот это я понимаю. Давай-ка попробуем сюда прицепить мотылька, например. Пойдем за мотыльком. Пойдем за мотыльком. Кстати, я вот сюда вроде не спускался. Давай спустимся. Посмотрим, что у нас здесь. А, ну тут понятно. Все, я понял. Это, короче, быстрый выход. Все, приплыли за мотыльком, но я хочу поглядеть, что у нас там с яйцами. Вылупились они у нас или нет? О, вылупились, смотри, 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 вылупились. Призрачный скат и акула. Вот такая вот. Круто. Интересно, что будет, если я к ним заплыву, зайду в гости. Здорово, ребят. Вы меня не сожрете? Взять костная акула. Интересно, что будет, если я их возьму? Взять ската. Ну, давай возьмем. И чего? И чего, и чего? Ладно, давай его выпустим. Акулу. Короче, я их просто поднимаю, как игрушки, и все. А вот, кстати, водоросли растут. Наконец-то. Надо будет сюда еще что-нибудь посадить потом. Короче, я теперь коллекционирую яйца. Надо будет яиц побольше насобирать и сюда всех засадить. Ну, не всех, конечно, потому что есть вероятность, что какие-то особи могут съедать другие. Придется сделать для опасных особей другой, отдельный аквариум. Значит, забираем мотылечек и плывем к нашему циклопу. Хочу посмотреть, как я пристыкуюсь к циклопу. Где у нас тут пристыковочка есть? Ооо! Нифига себе, как оно тут все открывается. Так, ладно, заплываем. Офигеть. Железный человек бы позавидовал, точно. Ну и вот, собственно, здесь мы теперь можем залазить в мотылек. Можно закрыть. Хе, круто. Кстати, надо переименовать. Я там ошибочку допустил. Не море, а моря. Вот так. Так, забежал еще раз на базу. Хочу сделать себе улучшенную пропульсионную пушку, которая позволяет выпускать ударную силу. Посмотрим, что это такое. Ооо! Она, кстати, теперь не синяя, а желтая. Ну-ка, давай оденем. Вау! Вау! Круто. А если пульну? Ээээ! Кажется... Хе, кажется, я свой плакат просто сейчас уничтожил. Ну вот. Капец. Пойдем-ка выйдем. Может, он теперь в воде где-то плавает, этот плакатик. Плакатик! Вернись! Пожалуйста. Не, его нет, все. Пропал плакат с концами. Эх, пушка-пушка. Ну сож, давай попробуем. Нифига себе, она мощная! Так-то получается, я любую рыбку могу теперь поджарить? Жесть! Как она далеко их откидывает. Очешуять. Так, где у нас ждун? Хочу проверить на ждуне. Насколько мощно эта пушка теперь встала? Ждунчик, иди сюда. Ну, как бы, если я использую эту пушку на жнеца, ему будет вообще по барабану. Короче, сделал краба. И пойдем-ка потестим теперь нашу пропульсионную пушечку. Ну-ка. Ну, это обычная пропульсионная пушка. Только на крабе. Вот и все. В принципе, никаких новшеств здесь нету. Притягиваем. И пуляем. Я вот сейчас, если честно, в недоумеваниях. Что с собой взять? Краба или мотылька? Что мне больше пригодится сейчас? Жалко, конечно, что в циклопе всего один транспортный отсек. В общем, я сделал выбор в пользу краба. Потому что у него больше погружаемость. Она-то мне и нужна сейчас. Так что, мотылек, извини. Так, мне осталось теперь только вот сюда плыть. И пристыковаться. Отлично. Все получилось. Ну что, отправляемся в дальнее путешествие, как говорится. Задрай, члюц. Ну что, поплыли? Максимум скорости. Режим тишины у нас отключен. Поплыли. Перегрев двигателя. Да ладно, у нас тут еще и двигатель может перегреться. Да, вот это, конечно, проблема. Обнаружен пожар. Где? Как? Как это возможно? Блин, я только отплыл от базы. Вы что, прикалываетесь, что ли? Огнетушитель, давай шустрее, блин. Какого лешего вообще происходит здесь? А чешуеть огнишь-то сколько. Тушим. Тока построил. О, нифига себе, как тут все крутится. Не намотало бы меня на этот двигатель. Пожар потушен. Запущенные газоочистители. Че-то как-то мне циклоп не очень нравится. Тока отплыл. Тока его построил. Тока начал свое путешествие и уже пожар. Это че за дела такие? Я же хотел нажать на гудок. Ты слышишь? Как пароход, блин. Ай, чума. Кстати, у нас энергии уже 87%. Давай попробуем всплыть. Всплываем на поверхность. Опа, мы на поверхности. А теперь пробуем погрузиться обратно в воду. Оп-оп-оп-оп-оп. Что-то кто-то ударился об меня. Видишь, да, индикаторы появляются. Это, видимо, что-то кто-то попадает мне либо в двигатель, либо в бочину. Какая-то огромная рыбеха. Мы приплыли к грибному биому. Плавать здесь нужно очень осторожно, потому что подлодка у нас огромная. Можно что-нибудь здесь задеть. И я не думаю, что мы отломаем грибок. Мы, скорее всего, отломаем себе двигатель. Нам нужно, значит, плыть туда, где мы видели развалины Авроры. Ты посмотри теперь, какие рифовые левиафаны маленькие по сравнению с нашим циклопом. Это капец. А, ну хотя это детеныш. А вот там уже взрослая особь. Так, я слышу... Я слышу, что здесь где-то плавает огроменный жнец. Я его, правда, не вижу. Давай-ка мы включим с тобой тихий режим. Может, нас это спасет. А вообще, конечно, хорошо бы сделать одну приманочку. Правда, у меня ресурсов нет. Так, удар был. Значит так. Останавливаемся здесь. И сажусь-ка я на краба, потому что дальше что-то мне как-то очково плыть на... На циклопе. Ты слышишь этот крик? Так, камера, 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 камера. Срочно надо посмотреть камеры. Вот он, жнец, прям перед нами плавает. И кажется, он нас запалил. Или не запалил? Интересно, он на нас обратит внимание или нет? Ох, как он мимо нас. Не, он нас запалил. Так, он, кажется, шандарахнул. Да, он шандарахнул нас. Засранец. Чуть-чуть задел и уплыл. Ну вот и плыви отсюда, мальчик мой. Смотри-ка, смотри-ка, смотри-ка. Опять рядышком тут трется. Скотобаза, уплывай отсюда. Садимся в краба. Будем... Будем в виде приманки. Где этот пупсик? Ох ты. Здрасте, мордася, здесь же еще телепортеры есть. Забыл все про них. Смотри-ка, что нашел. Обломки. О, бур! Ты прикинь, бур! Офигеть. Вот это я удачненько заплыл. Ееееееее! Все, бур у меня теперь есть. Так, здесь, короче, огромные глотки плавают. Очень в большом количестве. Надо бы их подстреливать вот так вот. А пошли вон! И ты тоже пошел вон. Подальше от меня, пожалуйста, держитесь. Нафиг. Нашел какой-то ящик, что в нем. А нифига. Внутрь этого куска, к сожалению, заплыть невозможно. Поэтому мы валим отсюда. Ну, слава богу. Циклоп целенький, целехенький. Жнец возле него не трется. Это хорошо. Опа! Вот и жнец! Успею, не успею? Капец. Успел! Ха! Он хотел меня перехватить. Вот это, конечно, эпично было. Так, значит, все, надо валить отсюда. О-о-о-о! Кажется, изрядненько циклоп тут потрепал жнец, пока меня не было. Значит, попробуем подремонтировать. Получится? А-а-а, походу, это не так работает. Да, мне надо вылезти. Ладно. Посмотрим, сколько... Сколько хп? Сколько хп где? Ну, хп еще, в принципе, нормально. Смотри, по здоровью. Все, огонь. В общем, сваливаем отсюда, пока нас жнец тут не разбомбил окончательно. Отключаем тихий режим. Включаем турбины на максимум, чтобы побыстрее поплыть. Судно квитирует избыточный шум. Ну, ничего страшного. Это голограмма повреждений. Показано, что повреждения у нас пришлись на правую бочину где-то в районе центра. Ну, пойдем посмотрим, что у нас там. Мы вроде бы всплыли на поверхность. Да, вода все равно вот... Нифига себе, здесь сколько воды уже... Да тут целый бассейн. Так, пойдем вылезем. Почему, кстати, нельзя вылезти через крышу, например? Вот это вот для меня странно. Так, мы вылезли. Сейчас попробуем починить нашего циклопика. Где у нас пробоина? Левая часть. Где она у нас тут? Пробо... Оооо, нифига себе, вот это дырень. Вот это жесть. Надо бы ее запилить сейчас. Сейчас мы ее запилим. Значит, на голограмму повреждений стоит обращать внимание. Да, вот она, пробоина. Сейчас мы ее запилим. Вот так-то. Теперь у меня не должно течь внутри. Аллилуйя! Душа больше нет. Слава богу. А то меня это так бесило, на бушку капало постоянно. Ну все, мой крабик, теперь ты настоящий краб. У тебя есть бур. Как говорится, твоя крабья лапа. Вот так вот, все. Теперь можно спокойно добывать огромное количество ресурсов. Ооо, да, ты посмотри какой бур. Как он работает? Нифига себе он пилит. Да, таким, конечно, по фейсу, если получишь, то будет очень больно. Да че там, там весь фейс пилится нафиг этим дуром-то. Он даже ждун обсерялся своими газовыми бомбами. Ну что, получается, что краб у нас в полной боеготовности. Опа, жнец. Тихий ход. Сроченько тихий ход. Блин. Капец, он нас запалил сейчас. Опускаемся на дно. Чуть побольше. Главное в грибочки не попасть. Эх, шантарахнуть бы тебя чем-нибудь. У меня же, кстати, бур есть. Так, если он сейчас на нас нападет, я выскочу крабом и буду его бурить. Бурить-то хочешь отведать? Чего ты не зыркаешься на меня? Ооо, кажется, он к нам плывет. А может на таран? А че, если лоб в лоб? А ну иди сюда, я тебе сейчас лоб в лоб дам. Кто мощнее? Давай, вот так вот. Бабах! Ой, это, конечно, было жестко. ХПшечки нормально еще вроде бы, да? Значит, воу-воу, потоп начался. Значит, ой, как нас долбит нормально он. Крабик. Давай выходим. Ща присосемся к нему. Где ты? Надо на грибочек попасть. Где ты, женец? Иди сюда. Сейчас я тебя буду пилить. Вот так вот. Кажется, я не зацепился за него. Я попал в долбанный гриб. Давай, попытка номер два. Вот так вот. Притягивай меня, присосочка. Ну че? Че-то не притягивает. Ух, как у нас мантыляет, шмантыляет. На, получай, фратища. Пилим-шпилим тебя, нафиг. Стоматолога не заказывали? Откаривайся полечить вас. Товарищ, иди сюда. Ну что вы убегаете? Капец, он меня таскает, конечно, жестко. Давай, давай, давай. Иди сюда, пупсик. Битва. Битва еще предстоит. Короче, че я тебе могу сказать? Жнец цикует. Он не хочет проводить стоматологический осмотр и вылечить свой кариус. Ну раз такие дела, тогда я пошел обратно. Значит так, предлагаю немножечко опуститься поглубже. Прямо на самое дно. Чтобы мне на крабе было проще взбираться в наш циклоп. Так, вот останки Авроры. По левому борту вижу. А вот она и пещерка. Все, приплыли. Сейчас быстренько подремонтируем нашего циклопика. Нифига себе, сколько он дырок мне понаделал. Целых три штуки. На всякий пожарный выключим освещение внутри, чтобы не привлекать внимание. Ух, как темно. Ну что, пошли в пещерочку, разведуем, нет ли там инопланетной базы. Смотри, какая красивая стенка внизу. Она так подсвечена какими-то штуками классной. Рыбки, уплывите нафиг. Вы мне мешаете. Вон, видишь, сколько световых таких штук. И у меня вот любопытно, а я могу вниз туда спуститься или я там грохнусь в бездну какую-то. Нет, там вроде бы дно есть. Ладно, давай спрыгнем. Посмотрим, что нас там внизу ждет. Продолжаем спуск вниз. Блин, как же там красиво. Я хочу туда. Очень классно все подсвечено. Главное, чтобы меня тут не сожрали. Глубина 500 метров. Здесь самый сок рассекать на циклопе. Нужно чуть повыше подняться, конечно же. Потому что у циклопа погружаемость всего 500 метров. Блин, как тут классно. Я, кстати, вот таких вот еще не видел. Ой-ой-ой-ой, куда это я валюсь? А, ну здесь можно. Нифига себе, здесь классно. Просто обалденно. Очень красочно. О, вот этих чертов я помню. Мы видели их, когда королеве подбирались. И тут вижу скелетик какой-то валяется. Это жнец? Ага. Жнеца я издалека и в скелетной форме даже узнаю. Какая здесь огромная куча скелетов. Опять эта зеленая жижа, слушай. Чувствую, что где-то здесь точно должна быть инопланетная база. Блин, ну такая пещера роскошная. Как звездное небо. Усыпанное огромным количеством звезд. Спускаемся еще глубже. Вон там вот вижу призрачного левиафана. Вроде бы это он. Но он какой-то светящийся. А, нет. Вот стал уже призрачным. Смотри-ка, вон там наш кайдзю. Старый добрый. Ха, крабик, который застрял. Ой-ой-ой, закрой свой рот. А то я тебе пробурю твое брюхо. Мы просто зашли с другой стороны, получается. Ох, как там глубоко. Блин, весь прикол, что я потом отсюда не выберусь опять. Короче, мы от седова уходим, потому что вниз спускаться не хочу. Есть вероятность, что это второй проход в лавовый биом. А туда нам возвращаться смысла сейчас нет. А вот и наша подлодочка. В темноте ее вообще не видно, потому что свет весь отключен. И никто ее здесь не трогает. Только сказал, что никто ее не трогает. И кажется, надо срочно включить свет. Это ни черта не видно. Вот так вот, спасибо. Ну что, эту часть мы с тобой полностью исследовали. Здесь мы с тобой ничего не нашли, кроме второго прохода в лавовый биом. Так, а че ж так темно-то? Подожди, я че фонарить забыл включить? Ну-ка. О, другое дело. Отлично. И техий режим тоже надо убрать. Энергия 1%. Вы че, прикалываетесь что ли? У меня сейчас батарейки сядут. Капец, надо бы... Все, батарейки сели. Так, где у нас тут энергоячейки? У меня одна была с собой, на всякий пожарный. Надеюсь, мне этого хватит. Одна энергоячейка на весь этот корабль, это, конечно, ни о чем. 16%, ну ладно, надеюсь, мне хватит. Все, всплываем на поверхность. Вот, по правую руку мы как раз видим базу. Базу инопланетян. Вон та пушка, которая стреляла в солнечный луч. Так что, в пределах этого острова мы все с тобой обследовали. Плывем теперь на остров Поплывок. Ну а что мы там найдем, ты узнаешь в следующей серии. Если тебе понравилось, то с тебя лайкос, комментос и подписочка на канал, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующего крутого видоса. Тебе спасибо за просмотр. Увидимся в следующем видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok